Добрый вечер! В Украине 20.00 вы смотрите подробности. О главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Дорогой парламент, как аппарат Верховной Рады съел треть культурных денег? Как за каменной стеной Яценюк расписался в провале сомнительного проекта? Полуостров без выбора. Как Украина и Европа отреагировали на выборы в оккупированном Крыму? На широкую ногу или с протянутой рукой? Как будет жить страна в следующем году? На сайте парламента наконец-то появился проект государственного бюджета. Документ уже в профильном комитете. Итак, прогнозируемый рост экономики 3%. Инфляция около 8. Курс доллар 27 гривен 40 копеек, но к концу следующего года вырастет еще на 30 копеек. Предельный дефицит бюджета 77,5 миллиардов гривен. Доходы 706 миллиардов, расходы 775 миллиардов. Минимальная зарплата за год должна вырасти дважды. В целом на 162 гривни. Почти на 30% больше будут получать медики и учителя. Предусмотрены средства на субсидии по оплате коммуналки. Сумма достаточно круглая, около 50,5 миллиардов гривен. Но вот самое интересное, сколько денег добавят ведомствам? МВД и нацполиция получат на 10% больше, чем в этом году. Плюс 40% добавят генеральной прокуратуре. А НАБУ целых 60%. Не забыло правительство и о себе. На аппарат Кабмина предусмотрено на 30% больше, чем в минувшем году. Это более 420 миллионов гривен. А на Верховную Раду на 10%. Казалось бы скромно, но вот эти парламентские издержки обойдутся почти в миллиард гривен. А всей культурной сфере нашей страны выделили чуть более трех. Похоже, нардепы собираются обеспечить народ яркими зрелищами. Отрабатывать свой культурный бюджет нардепы начали незамедлительно. На согласительном совете, где сегодня обсуждали эту самую главную смету. Проанализировали цифры и в каждой фракции отдельно. Похоже, говорить о госбюджете будут еще долго. Лишь бы только не до декабря. Екатерина Лысенко подробнее. Дела кредитные, дела бюджетные. Транш МВФ и смета на следующий год, похоже, будет у депутатов на слуху предстоящие дни, недели, а то и месяцы. Обсуждать бюджет берутся первым делом. Несмотря на то, что текст документа только появился на сайте Рады, спикер уверяет, цифры уже анализируют. Присматриваются каждой цифре и главы фракции. Мы сегодня должны все свои усилия сконцентрироваться на том, чтобы побажать, а где у них нарушение, наполнить бюджет для того, чтобы принять пенсии, для того, чтобы принять зарплату, для того, чтобы подбавить развитие и медицину. Мы видим две проблемы главные. Первое, что увеличение, даже невеликое, но увеличение минимальной заработной платы только в грудь 2017 году. Это нас не влаштовывает, мы за это не проголосуем. Другая вопрос, что на базе этого податкового кодекса невозможно развивать экономику, невозможно достигнуть этих макроэкономических показателей по развитию страны, потому что этот налоговый кодекс откинул нашу страну на 148 место в рейтинге экономических свобод. Но доходы и расходы в госбюджете в любом случае нужно сопоставлять с полученными деньгами от МВФ. Транш МВФ, который был надан минулый месяц, подтверждает макроэкономическую стабильность и в бюджете закладен на 3% роста валового внутреннего продукта. На каких условиях был взят миллиард от МВФ, все знают неофициально. Официального же текста документа избранники не видели. Обнародовать кредитные условия от Кабмина первым делом потребовал оппозиционный блок. К ним тут же присоединились и радикалы, и Батьковщина. Там говорят, что деньги МВФ дал в обмен на отмену моратория на продажу сельхозземель и повышение пенсионного возраста. Они не оприлюднили меморандум международным валютным фондом только потому, что они не хотят показать стране, что президент, премьер, уряд и Гонтарева сбалансовали государственные финансы снова за счет пенсионеров, за счет бюджетников, за счет заработных плат и социальных выдатков в всей стране, а не за счет других вещей, которыми они могли бы сбалансовывать государственные финансы. Кабмин же обещает меморандум показать, а все заминки объясняют сложностями перевода с английского на украинский. Но помимо денежных вопросов беспокоят депутатов и их трудоустройство. Из 28 комитетов 7 не имеют постоянного руководителя. Дорогая одна четвертая комитета без легитимного руководителя. Из 422 народных депутатов 22 не входит уже одного комитета. А из-за этого, как и из-за отсутствия кворума, ровно половина заседаний комитетов срывается. Отсюда и показатель продуктивности парламента. Впрочем, о той же продуктивности можно будет судить уже завтра, когда начнутся голосования. Помимо бюджетной темы, есть еще повестка дня, в которой под 100 законопроектов. Правда, как показывает практика, принимают депутаты только несколько десятков. И это в лучшем случае. Екатерина Лысенко, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер. С нами на связи мой коллега Геннадий Вивденко. Он наблюдал за заседанием фракции БПП. Гена, здравствуй. Как комментирует проект госбюджета в президентской фракции? Да, Наташа, самая свежая новость и крупнейшая фракция парламента. Основа коалиции в эти минуты рассматривала проект госбюджета на 2017 год. Несколько часов назад лидер фракции Игорь Гринев проанонсировал такую встречу депутатов БПП с представителями правительства. По его словам, главными приоритетами для президентской группы нардепов это то, что они будут требовать от правительства. Это повышение расходов на образование. Попросту говоря, зарплаты учителям. Также увеличение согнований на оборону и безопасность страны. И третье дорожное строительство. Со стороны правительства на встречу пришли премьер Гройсман, вице-премьер Кубев, министр финансов Данилюк. Буквально только что депутаты стали выходить с этой встречи. Она закончена. И вот что они говорят. Он говорил в первую очередь про то, что это бюджет, в котором в первую очередь есть 10 приоритетов. Это приоритеты, первое всего, это развитие экономики. Это социальная часть. В первую очередь это финансирование, повное финансирование программ по государственным программ по лекам. Это 18 программ. Премьер дав гарантію того, что тот бюджет, который он подав, он реалистичный. Что он даёт гарантію, что он будет выполнен и по доходам, и по выдаткам. Это те вопросы, которые мы озвучивали. В позиции фракции мы сквалили подходы Кабинета Министров до формирования бюджета. Мы сквалили прозорость и честность формирования бюджета. Мы сквалили те основные направления, которые закладывают бюджеты. Конечно, есть дискуссия по отдельным позициям. Конечно, мы будем детально изучать бюджет, будем формировать свои пропозиции. И есть надея, что в этом году мы бюджет принимаем не под ялинку, а все-таки немного раньше. Депутаты фракции Вот только что вышел и сказал, что встреча прошла с оптимизмом. На этом пока всё, Наталья. Спасибо, Гена. Геннадий Вивденко в заседании фракции БПП, на котором обсуждали проект госбюджета на следующий год. Фронтовики законопроект о госбюджете поддержать готовы. Об этом заявил лидер партии Арсений Яценюк. Сегодня он впервые после отставки позвал журналистов пообщаться. Утверждает, что кризис позади и бюджет рассчитан не на его преодоление, а на рост экономики. Цифры в документе вполне реальные, заверяет главный фронтовик. Но сразу же ссылается на доходы, которые казне принесет закон, пока еще не принятый. Закон о спецконфискации. В казну, убежден бывший премьер, вольется 40 миллиардов гривен, если парламент даст этому документу зеленый свет. А суть его такова. Не дожидаясь лишения суда, можно взыскать нелегальные активы, если обвиняемый уклоняется от следствия, либо находится в розыске. Такой нехитрой схеме, благодаря ей, государство сможет вернуть деньги, украденные Януковичем и компанией. Но вот фишка в том, что все эти миллиардные поступления в госбюджет уже заложены, а закон пока еще не принят. К тому же политологи небезосновательно назвали его антиконституционным. Спецконфискация, нагадаю, эти активы были арештованы еще передним урядом в загальном обществе 1,5 миллиарда американских доларей. Чем дольше тянется вопрос не голосования за закон про спецконфискацию, тем больше шансов у Януковича и его приспичников снимать деньги в наследок других решений судов из арештованных рахунков. То, что предлагается нашим Народным фронтом, это конфискация за ухвалу, без доведения вины. Будут створены передумывы для того, чтобы спецконфискация относилась к людей, которые не имеют никакого отношения ни к Януковичу, ни к чему, просто каким-то третьим чином прокурору, возможно, понравилась их машина или квартира. В самом законопроекте нет ни слова про Януковича, это факт. И нет ни слова ни про Януковича, ни про какие-то уявления 50 миллиардов. Это все брехня и маніпуляции. И уже ближе к вечеру, после согласительного совета, спикер сообщил о том, что законопроект о спецконфискации будет внесен в повестку не сегодня-завтра. Напомню, этот закон уже не раз вызывал бурные обсуждения. В парламенте рассматривали три законопроекта, было восемь голосований и ни одного результативного. И сегодня Яценюк сделал еще одно заявление. Проект «Стена» не могут закончить из-за отсутствия финансирования. Именно в связи с этим работы по обустройству госграницы Украины с Россией выполнены только на 12%. Напомню, на стену правительство уже потратило 460 миллионов гривен. Но вместо обещанного евровала, стратегических фортификационных сооружений, на границе с Россией лишь забор из колючей проволоки. Сейчас набор расследует, куда ушли эти деньги. О состоянии великой стройки расскажут наши корреспонденты. За два года в рамках проекта «Европейский вал» в Черниговской области вырыли чуть больше 100 километров противотанкового рва и закрыли сеткой несколько километров границы. Хотя по плану уже к концу 2016-го вот так, как эта показательная часть, должен был выглядеть весь участок границы в области. Вместо этого уже почти год как работы не ведутся, нет финансирования. А оборудованием так называемой «стены» заинтересовалась прокуратура. Только в Черниговской области заявлено о злоупотреблениях почти на 2 миллиона гривен. Местный автодор, с которым договор об устройстве противотанкового рва и бруствера заключили пограничники, сам работы выполнять не стал и нанял еще одну фирму, якобы фиктивную. На Харьковском участке работы возобновились в сентябре. Пошли деньги. Если средства будут поступать и дальше, пограничники планируют полностью оборудовать Харьковский участок. Но вырыть рвы и поставить забор – это часть работ, говорят военные эксперты. Стену нужно оборудовать электронной начинкой, сигнализацией, системой наблюдения. Только с ними это сооружение будет иметь смысл. Фактически она предотвращает от тех, кто не умеет лазить по забору. Можно так сказать. Почему? Потому что пешие патрули, пешемашинные патрули, которые курсируют вдоль этой границы, они не обеспечивают на 100% ее закрытие. На сегодняшний день, ну, это, будем так говорить, больше похоже на психологическое препятствие. В общей сложности за год возведено 12% стены. И главная беда, считают эксперты, в том, что проект скорее можно назвать пиар-акцией, под которую из бюджета уходят миллионы гривен. Я думаю, что еще через год, а может даже раньше, да, но через год, после этой зимы, господину Синюку и говорить-то будет не о чем. Почему? Потому что никаких следов этой великой стройки обнаружить уже не удастся. Меня интересует, что по этому поводу скажет НАБО, специализирующая антикоррессионная прокуратура и Министерство обороны, которые должны ответить наконец-то, соответствует ли эта стена тем затратам, которые у нее потрачено. Западные партнеры уже рассматривают через большую лупу финансовых документов, что же происходит с этой стеной. А если строительство будет вестись в таком же вялотекущем режиме, говорят военные, то через год, а то и после этой зимы, хвастаться авторам проекта будет нечем. Дожди и ветра могут попросту не оставить и следа этой великой стройки. Светлана Шекера, Ярослав Кречко, Александр Яновский, Андрей Кузнецов. Подробности, телеканал Интер. И вернемся к пресс-конференции Арсения Яценюка. И напомню, от общения с журналистами вот так вот на брифинге экс-премьер воздерживался полгода, практически с того момента, как парламент отправил его в отставку. Что же сейчас побудило бывшего премьера к такой публичности? Возможно, неутешительные цифры его личного рейтинга и рейтинга его политической силы. Напомню, как показывает последний опрос Центра социсследований София, если бы парламентские выборы проводились в ближайшее воскресенье, Народный фронт набрал бы 1,1% голосов. А на выборах президента сам Яценюк не получил бы и процента. Поддерживает его лишь 0,6% избирателей. Что же подтолкнуло Яценюка к общению с прессой? И как может сложиться его дальнейшая политическая судьба, мы спросили у политологов. Я это связываю, прежде всего, с стартом высокого политического сезона. Это как повода себе напомнить. С одной стороны, с другой стороны, Яценюк сегодня в очень непростом положении. Мы видим только огромное количество дел, возбужденных в отношении окружения Арсения Петровича и в отношении окружения Авакова. Количество недопониманий между Яценюком и нынешними лидерами Народного фронта Аваковым, Порубьем, Турчиновым, оно растет. Я думаю, что в конечном итоге Народный фронт, как политическая сила, обречены на как минимум ребрендинг, как максимум на развал на несколько политических групп где-то уже весной следующего года. Чиновники госадминистрации по всей стране в ближайшие месяцы могут остаться без денег. А все потому, что в мае этого года зарплаты им подняли, а поправки в бюджет внести забыли. В регионах уже начинаются проблемы с выплатами. Как будут выживать бюджетники на таком голодном пайке? И как Минфин намерен решать эту проблему? Разбиралась Марина Коваль. Закарпатская облгосадминистрация. Первыми проблему с выплатой зарплаты почувствовали сотрудники Департамента культуры. недополучили деньги за август. Человеку мы в полном обществе не грозили. А мы с вами решили зарплату? 40%? А я к тебе вам повесила. Нам решать. А в отделе по вопросам религии и национальностей из-за нехватки средств сотрудников и вовсе отправили в неоплачиваемые отпуска. Ситуация серьезная, уверяет губернатор Геннадий Москаль. В госбюджете на этот год не предусмотрено повышение зарплаты чиновникам. Но после увеличения ее в мае в смету изменения так и не внесли. В итоге долг по зарплате в области уже более 8 миллионов гривен. Перебои с зарплатами начались и у ивано-франковских госслужащих. За август получили только половину. Долг по зарплате госчиновникам в этой области 10 миллионов. Когда решится проблема с зарплатами чиновникам? В Минфине времени на комментарии не нашли. Возможно, Киев рассчитывает на молчание госслужащих. Ведь им по закону запрещено устраивать акции протеста. А может быть, таким радикальным методом пытаются сократить Штаты? Марина Коваль, Жанна Дучак, Юрий Ковалев, Зиновий Автонас. Подробности телеканал Интер. Госдеп США, внешнеполитические ведомства Германии и Франции единогласно на стороне Украины. Там заявили, что так называемые выборы на территории аннексированного полуострова они не поддерживают. Тему продолжит Ирина Иванова. С рекордной низкой явкой, да еще на чужой территории. Подсчет голосов на выборах в Госдуму седьмого созыва только закончился. А международный скандал уже набирает обороты. Накануне министр иностранных дел Германии Франк Вальтер Штайнмайер сообщил, его страна считает оккупированный полуостров украинским, а российские выборы там не признает. Официальный Париж сделал заявление о непринятии результатов одним из первых. Внешнеполитическое ведомство Франции сообщило, результаты голосования 18 сентября в Крыму нелегитимны. Делегации для работы на полуостров по СЕ, кстати, не отправляла. В Европарламенте этим временем отметили, представители незаконно захваченной территории на своих заседаниях они не ждут и результатов голосования на территории аннексированного Крыма не признают. Об этом заявил представитель организации Штефан Шенах. Кстати, по крымским спискам от «Единой России» в Думу прошла и одиозная поклонская. Въезд в страны Запада ей, к слову, и так давно запрещен. От выборов на международно признанной территории России европейские чиновники, впрочем, тоже не в восторге. На электоральной ситуации в целом плохо сказались ограничения основных свобод и политических прав, жесткий контроль над СМИ и ужесточающийся контроль над гражданским обществом. Украина тем временем готовится ввести очередной пакет санкций. Он коснется организаторов и победителей так называемого голосования. Мы должны четко понимать, что любая провокация со стороны России во время проведения так называемых выборов в Крыму будет являться абсолютно неприемлемой. Ожидается, что специальные заявления по выборам в Крыму сделает и Верховная Рада. Ирина Иванова, подробности, телеканал «Интер». Сегодня депутаты Европарламента своими глазами решили увидеть последствия российской военной агрессии. Вместе с представителем Украины в трехсторонней контактной группе Ирины Герасченко они отправились на передовую. Побывали в Марьинке под Донецком. Все подробности расскажет Ирина Баглай. Прифронтовая улица Марьинки. В километре за Терриконом уже огневые позиции боевиков. Иностранные гостей сразу предупреждают. Еще утром здесь свистели пули и падали мины. Все равно каждый день где-то автоматная очередь, пулемет. Ну а ночью было четыре таких взрыва. Из 20 членов делегации Европарламента лишь трое решились поехать в прифронтовой город. От средств защиты отказались. Мне бы было стыдно сюда приехать с бронежилетом и с этим на голове. Почему? Потому что люди здесь живут. У них есть бронежилеты. Нет у них. Несмотря на относительную тишину, эта семья, как и другие, по-прежнему держит под рукой все самое необходимое. Вода, матрасы, все здесь. И они здесь спят. Двое взрослых и двое детей. Европейцы не скрывают эмоции и объясняют, приехали, чтобы поддержать людей и вернуться домой с доказательствами агрессии против Украины. Мы должны показать нашим людям, обществу, политикам, что Россия агрессор в этой ситуации. И если мы говорим, что нужно остановить войну, то Россия должна остановить войну. Евросоюз выбрал дипломатический путь урегулирования конфликта на Донбассе, объясняет Ребекка Хармс. И по мнению гостей, наиболее эффективный инструмент – это санкции. Для меня было понятно с самого начала, что никакие сепаратистские войска не могут бороться и воевать с украинской армией без огромной поддержки России. Усиление экономических санкций будет иметь большое значение. Ослаблять или приостанавливать их будет неправильно. Эту поездку в зону АТО украинская сторона готовила с весны. В последний момент в Европарламенте рекомендовали депутатам воздержаться от визита. Опасно. А сотрудникам и вовсе запретили. Но еще на прошлой неделе советовали Украине перейти к выполнению политических пунктов Минска. Местные выборы, спецстатус Донбасса, изменение Конституции. Своих сотрудников с вопросами безопасности на эти территории не выпускают даже на одну годину. А как же тут будут работать международные спостерегачи? А как тут будут работать выборщие больницы? А как люди тут будут голосовать? И власне эти подвижные стандарты, это те вопросы, которые так же нужно ставить всем европейским партнерам. Услышали европолитики и тех, кто остается на оккупированной территории. На подконтрольную ездят за пенсией и продуктами. У нас отобрали уже гривну. Рубли. Рубли. Рублевая сторона. А откуда рубли? Получку получают рубля. Платили в гривнах, да, платили. Потом один к двум начали делать. А сейчас чисто перевезли на рубль. Мы считаем, что мы должны Украиной быть. Как было раньше. Мы уже устали от всего этого. Ирина Баглай, Андрей Костюк, Анатолий Воробей из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер. Франк Вальтер Штайнмайер надеется на возобновление переговоров в нормандском формате. Как заявил министр иностранных дел Германии во время визита в Варшаву, его недавняя поездка вместе с Жаном Марком Эрон на Донбасс проложила путь для дальнейшего урегулирования ситуации на востоке Украины. Напомню, главы МИДа в Германии и Франции побывали в Украине на минувшей неделе с двухдневным визитом. В субботу ЭРО сообщил прессе, что нормандская четверка, возможно, соберется уже в октябре. Президент Порошенко сейчас в Нью-Йорке, где в эти минуты проходит саммит по вопросам мигрантов, созванный Бараком Обамой. Порошенко примет в нем участие, выступит на Генассамблее ООН. И не только. Нас ждут несколько невероятно напряженных дней, когда новости из штаб-квартиры ООН будут поступать буквально каждые 10 минут. С нами на связи Дмитрий Анопченко. Он следит за визитом президента Украины. Дима, здравствуй. Что сейчас происходит в ООН? Расскажи. Да, Наташа, мы прямо сейчас в здании ООН. И несмотря на то, что формально Генеральная Ассамблея стартовала еще на прошлой неделе, но именно сегодня самый важный, самый активный, самый напереженный день. Потому что здесь и Барак Обама, и главы государства правительства, более чем 150 стран, большинство из них прибыли вчера к вечеру или вот в ночь с воскресенья на понедельник. Именно для того, чтобы сегодня началась эта бесконечная череда встреч, переговоров, саммитов, заседаний и так далее, и так далее, и так далее. Все стартует именно сегодня. Петр Порошенко действительно тоже с раннего утра начал свои двусторонние встречи и первая из них была с бизнесом. Это разговор с крупными американскими бизнесменами. Президент призвал их инвестировать в Украину и рассказал о тех реформах, которые сейчас проводятся, в том числе для того, чтобы западный бизнес не боялся вкладывать деньги в нашей стране. Мол, Украина сейчас начинает большую программу приватизации и открыта для того, чтобы эти объекты покупали представители крупнейших западных корпораций. Понятно, что у всех на устах слово «коррупция». И Петр Порошенко очень четко высказался. Он сказал, борьба с ней – его миссия как президента, а его личный приоритет сейчас – разрушить коррупционные схемы. Ну вот давайте послушаем, что сказал президент. Это значит не только садить за решетку министров-коррупционеров, чем мы занимаемся, садить губернаторов областей, депутатов-коррупционеров, чего никогда не было в нашей стране. Но мы показываем на многих примерах, что действуем решительно и никто не сможет избежать ответственности за коррупцию. Ну и далее стартовали двусторонние встречи. Их в эти дни до среды включительно будет очень много. Хочу обратить ваше внимание на обстоятельный разговор, который предстоит с американским вице-президентом Джо Байденом. Накануне, сразу после перелета, президент немножко приоткрыл завесу. Он сказал о главных приоритетах своих переговоров с представителями американской администрации. Президент считает, что сейчас пришло время снова обратиться к Соединенным Штатам с просьбой предоставить летальные вооружения. Ну а еще его идея, идея Украины, это принятие Соединенными Штатами осовремененного варианта так называемой поправки Джексона Веника. Ну если помните из истории, в 70-е годы американский конгресс принял эту поправку, принял ее для того, чтобы она действовала против Советского Союза. Тогда в десятки раз были подняты торговые пошлины. И вот это был тот прообраз современных санкций, которые введены сейчас против России. И президент сказал, что осовремененный вариант этой поправки, возможно, должен быть принят сейчас, по крайней мере, это предложение Украины. И к этой минуте глава государства уже успел принять участие в миграционном саммите. Напомню, его в рамках Генеральной Ассамблеи созвал Барак Обама, чтобы все страны мира, а не только Европа, подключились к решению проблемы, с которой Европейский Союз уже не справляется. Вот вы видите сейчас кадры из этого заседания. Мы рассчитываем, что, возможно, сегодня в программе пребывания президента в Соединенных Штатах будет и время для общения с прессой. Ну а еще будут очень важные двусторонние встречи, о которых уже подробно я буду готов рассказать во второй части выпуска. Наташа. Спасибо, Дима. С нами на связи был Дмитрий Анопченко из Нью-Йорка. Полиция задержала подозреваемого в подготовке взрывов в Нью-Йорке Ахмада Хана Рахами. Взяли в городе Линден, это штат Нью-Джерси, после перестрелки. Это 28-летний уроженец Афганистана. Полиция подозревает, что он причастен к взрыву, который прогремел в минувшие выходные в Нью-Йоркском районе Челси. Тогда были ранены 29 человек, напомню. Неподалеку полиция нашла и обезвредила второе устройство. Обе самодельные бомбы идентичны тем, которые взорвались на бостонском марафоне в 2013 году. Также сегодня в городе Элизабет, штат Нью-Джерси, полиция обнаружила рюкзак с пятью самодельными взрывными устройствами. Одно из них сработало при попытке обезвреживания с помощью робота. И очередная волна терактов в Израиле. Шесть нападений за минувшие сотки. С чем это связано и какие особые меры безопасности применяют власти Израиля. Все подробности расскажет Сергей Ауслендер. Арабский террор бьет всякие мыслимые рекорды. Шесть нападений за сутки. Такого не было даже во время пика последней интифады. Первый теракт произошел в старом городе Иерусалима, возле Шхемских ворот. Араб с ножом напал на полицейских. На видео хорошо видно, что во время рутинной проверки документов молодой палестинец внезапно вытащил нож и бросился на спецназовцев. После непродолжительной схватки его убили выстрелом в упор. Следующий теракт в Хевроне. На блокпосту араб ударил ножом солдата и ранил его. Преступник убит. Потом нападение в поселении Эфрат. Араб сзади накинулся на армейского офицера и ранил его. Чуть позже был схвачен. Мы оказали помощь раненому и начали проверять поселение. Дом за домом. Были опасения, что у террориста был сообщник. Когда увиделись в обратном, то вернулись к своим обычным обязанностям. Не прошло и нескольких часов, как новый теракт опять в старом городе столицы. Двое полицейских шли по улице, когда молодой араб напал на них сзади и нанес тяжелые ножевые ранения. Один из раненых, истекая кровью, сумел застрелить террориста. Женщина-офицер ранена очень тяжело. Сейчас она в реанимации госпиталя. Второй офицер получил менее тяжелые ранения и сумел ликвидировать нападавшего. Он тоже в больнице. Территория старого города закрыта. Здесь введены повышенные меры безопасности. Была еще и попытка автомобильного теракта. Возле города Кириат-Арба двое палестинцев на автомобиле попытались задавить солдат. Военные открыли огонь. Один из террористов убит, другой тяжело ранен. Чуть позже он умер в больнице. Волна насилия продолжает нарастать. Власти усиливают военное присутствие на западном берегу. Армия перебрасывает туда дополнительные батальоны пехоты. Я прошу правоохранительные органы немедленно отреагировать на эти теракты. Мы увеличиваем число наших подразделений в Иерусалиме, в Иудее и Самарии. Я требую жестко пресекать все попытки нападений. И вот буквально несколько часов назад, когда я готовил этот материал к эфиру, произошла новая очередная попытка теракта. Опять в Хевроне два палестинца, вооруженные ножами, напали на солдат, но тут же были застрелены. Никто из военных не пострадал. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Вы смотрите подробности и вот что у нас во второй части. Бюджет за два года. Генпрокурор рассказал, сколько денег унес беглый экс-президент. Не пойман, не вой. Что детективы НАБУ накопали в декларации нардепа Лещенко. 40 миллиардов долларов мимо государственной кассы. Беглеца Януковича и его подельников обвиняют в создании мафиозной группировки. Генпрокурор Юрий Луценко сегодня проанонсировал открытие нового уголовного дела. По его словам, Янукович внедрил своих людей во все государственные и хозяйственные службы страны. Деньги из бюджета буквально испарялись. Одна лишь налоговая смогла отмыть 40 миллиардов долларов казенных денег. За два года своего правления, когда президент и его группа, его людей, пограбовали страну на один речный бюджет. И это лишь по одной справе. У нас, на жаль, это была тотально организована мафиозная система, когда все держслужбовцы платили президентскому окружению. Смертельный патруль. В больнице скончался актер Андрей Корнеевский. Именно он находился в такси, который неделю назад протаранили полицейские. Актер перенес несколько операций, но полученные им травмы оказались несовместимыми с жизнью. Напомню, авария произошла 13 сентября в центре столицы. По словам очевидцев, экипаж патрульных проигнорировал красный свет и протаранил такси. Основной удар пришелся на пассажирское место. Извлекать Андрея Корнеевского из покореженной машины пришлось спасателям. Двое патрульных и водитель такси не пострадали. Тогда правоохранители сразу заявили о том, что полицейские были при исполнении. Кто виновен в этой трагедии, что показали экспертизы, пока неизвестно. А вот действия полиции во время недавнего конфликта в санатории Лермонтовский должна оценить прокуратура Одесской области. К этому призывает народный депутат Сергей Каплин. Напомню, полторы недели назад, рано утром в санатории под предлогом следственных мероприятий ворвались бойцы спецподразделения полиции, а вместе с ними судебные исполнители. Работники здравницы утверждают, что им удалось отбить это нападение, но говорят, что Минюст не оставляет попыток захватить земли санатория. Сергей Каплин, который сегодня встречался с коллективом, пообещал контролировать эту ситуацию. Побывал нардеп и на Одесском нефтеперерабатывающем заводе. Рабочие здесь митингуют давно и требуют погасить задолженность по зарплате. А это уже 50 миллионов гривен. В нынешних бедах НПЗ Каплин обвиняет Арсения Яценюка и Сергея Пашинского. Дескать, именно под их руководством с завода исчезли десятки тысяч тонн государственных нефтепродуктов. Каплин обещал в среду поднять этот вопрос на заседание Кабмина. Сегодня в 10 часов Яценюк дает большую пресс-конференцию. Он возвращается в политику вместе с другими членами этой банды. Эта банда вас обокрала. Мы сделали абсолютно все, чтобы они не погубили до конца предприятия. Коррупционные крылья. Бывший ИО-ректор Национального авиационного университета Владимир Харченко, подозреваемый во взяточничестве, наконец-то явился на заседание Соломинского райсуда. Сегодня ему избирали меру пресечения. Обвинение требовало двухмесячный арест, либо залог 5 миллионов гривен. Защита соглашалась на личное обязательство, либо содержание под стражей, но только дома. Что решил суд? Узнаем от Ирины Романовой. Почти месяц Соломинский райсуд не мог избрать меру пресечения Владимиру Харченко. Все это время тот был на больничном. И вот сегодня, наконец, появился. Здорово меня подервало, на жаль. Стрессовая ситуация была штучно створена. Меня забрали в Феофанию, когда через 60 дней меня отпустили. И сделали мне операцию. Так, на сайте. Стресс Владимир Харченко пережил в конце прошлого месяца, когда его задержали сотрудники НАБУ СБУ и предъявили подозрение в вымогательстве взятки. Исполняющий обязанности ректора якобы требовал деньги у своего бывшего коллеги Максима Луцкого за восстановление его в должности проректора. Но договаривался не сам Харченко, а его посредник адвокат Крыжановский. Именно адвоката и задержали при получении первой части – 100 тысяч евро. Вказанные взаимовидносины были заваливаны под допомогой в размере 5 миллионов гривен на, хочу наголосить, на выборчую кампанию самого же Харченко, что до занятия посады ректора университета. Харченко, маючи кошты, которые мы видим, соответственно, до протокола обшуку Церина, хотели занять посаду за рахунок других осей. Напомню, во время обыска в квартире Харченко правоохранители изъяли из сейфа полтора миллиона гривен – 70 тысяч евро и 50 тысяч долларов. Я умею заработать гроши. Все мы ездим, домашние, сбережение. Сейчас мне нужно было грошей, и я ходил, позачал, просил, чтобы мне нашли гроши на операцию. Защитник Харченко показывает суде квитанцию об уплате коронарного стенсирования за одолженное 140 тысяч гривен. Передают больничной, другие медсправки о состоянии здоровья подзащитного. Уверяет, Харченко очень плохо. Держать его под стражей в СИЗО нельзя. Но и внести залог – 5 миллионов гривен, как просит обвинение, тоже не может. Там есть протокол обшуку, где все кошки, загальные кошки, которые собрались с семьей моего безопасного и его дружины покойной, значит, были все выучены. Адвокат предлагает ограничиться домашним арестом. Прокурор против. Настаивает на взятие под стражу или залоги. Говорит, подозреваемому грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. И если Харченко отпустит, то запросто может сбежать. Выслушав все аргументы, судья удовлетворяет иск обвинения. Частично. Та ухвала, которая сегодня звучала, я никогда не был злочинцем и не буду. Решение не отвечает той позиции, которая выработана и оглашена сегодня стороной обвинения. Поэтому считаю, что принято решение незаконным. Решением суда недовольны неподозреваемый, не обвинитель. Последний намерен подавать апелляцию. Ирина Романова, Вячеслав Фролов. Подробности. Телеканал Интер. А вот в покупке роскошной квартиры народным депутатом Сергеем Лещенко НАБУ криминала не нашло. Правда, штраф политику все же придется заплатить. По словам директора бюро Артема Сытника, Лещенко не указал в декларации 78 тысяч долларов, которые он одолжил у своей матери. Кроме того, беспроцентную суду, почти в 4 миллиона гривен, полученную от Елены Притулы, по мнению детективов, можно расценивать как коррупцию. Напомню, покупка нардепам квартиры в центре Киева за 7,5 миллионов гривен наделала много шума в соцсетях. Позднее Лещенко пояснил, что деньги он собирал с миру по нитке. Часть накопила, а часть одолжил. Ци два правопорушения, они имеют место, но мы не имеем повноважения складывать административные протоколы. Поэтому, я думаю, свою оценку даст национальное альгентство и, соответственно, складет документы, протоколы про административные правопорушения. Выкид в интернет по мне был сделан через несколько годин после укладения угоди. Конституционная информация была незаконно отримана та сманипулирована коррупционерами, с которыми я веду борьбу. С проблемами верующих пытались сегодня разобраться послы стран ЕС и США. Они приехали на встречу со священнослужителями Украинской Православной Церкви. Все подробности в материале моих коллег. Это были стены церкви в селе Боровая под Киевом, которую разрушили около 10 дней назад люди, назвавшиеся активистами. Священнослужители Украинской Православной Церкви заявляют, это только один из 40 храмов, которые захватили за последний год. К тому же возле церквей УПЦ так называемые активисты раздают листоки с враждебными призывами. А недавний крестный ход за мир в Украине отдельные политики представили как раскол в обществе и даже призывали к кровопролитию. Обо всем этом священники рассказали правозащитникам и послам стран ЕС и США. Мы считаем, что такие действия непрепустимы и такие, что разпаливают враг в общество, ненависть и агрессию до людей, которые решили реализовать право на свободное распространение и мирное собрание. Рапорты о нападениях на храмы УПЦ представители ООН и ОБСЕ регулярно направляют в свои штаб-квартиры и властям Украины. Однако, по словам священнослужителей, в Минкультуре вместо помощи отказываются регистрировать уставы их религиозных организаций. А политики вместо решения проблемы представили два законопроекта. Занепокоение вызывает появление низких законопроектов, которые имеют явно выраженный дискриминационный характер и предпочтают втручание в деятельность религиозных громад и приятны рейдерству в религиозном среде Украины. Священники уверены, если политики все же примут эти документы, они легализируют рейдерские захваты церквей и храмов и дадут возможность государству решать за украинцев, в какой церкви им молиться. Татьяна Авинникова, Даниэль Косаковский, подробности, телеканал Интер. В Харькове задержали дезертира, который застрелил своего сослуживца и ранил еще одного своего товарища. Это произошло накануне вечером в селе Великие Проходы. Военнослужащие охраняли украинско-российскую границу. Как сообщили в Минобороны, между мужчинами возник конфликт и 28-летний солдат открыл огонь. 40-летний военный погиб на месте, еще один получил ранение и находится сейчас в коме. Стрелявший забрал автоматы и попытался скрыться. Через несколько часов его задержали в пригороде Харькова. Дезертир отстреливался и был ранен. Инцидент этот расследует сейчас военная прокуратура. Преступнику грозит пожизненное заключение. Сейчас он в больнице под охраной. Третьи сутки заблокирован проезд транспорта через пункт пропуска Ужгород в Словакию. Владельцы авто с иностранной регистрацией требуют увеличить сроки пребывания в Украине нерастаможенных машин с номерами ЕС. Сейчас они обязаны пересекать границу каждые пять дней. И сегодня около пяти часов вечера участники акции блокировали и пункт пропуска ТИСа на границе с Венгрией. По факту этого блокирования полиция открыла уголовное производство. Впрочем, новый начальник полиции Закарпатской области Роман Стефанешин заявил, что силовых действий к участникам акции применять не будет. А губернатор Геннадий Маскаль требует, чтобы протестующие ехали отстаивать свои права в Киев. Они препятствовали движению через границу. Пять дней, да, это неправильно. Но мы вносили эти решения. Решение должно принять комитет Верховной Ради с вопросами податковой и митной политики. Идите туда, покажите, заявите себя, выступите на комитете. Ну, абсолютно нужно действовать чисто цивилизованными и правовыми методами, а не сидеть ночами, варить богореч, значит, люди должны смотреться и не могут проехать. Все действия, которые будут происходить, только с дотриманием требований чиновного законодательства. Я понимаю, про что вы говорите, что сейчас интервью дают, силовые методы и все остальное. Я наголошу вам, что согласно чиновного законодательства. Последствия Брекзита здесь и сейчас. Каково тем, кому придется вернуться из Европы в Великобританию к разбитому корыту? И как уже изменилась жизнь в приграничных с ЕС регионах королевства? Наш британский САПКОР Оксана Кундеренко выслушала истории простых граждан. Британский фунт стерлингов еще никогда не был так слаб. Низкий курс означает очередью обменных пунктов. По сравнению с местной, все валюты мира заметно укрепились, и что не может не радовать туристов. Они в эти дни едут не только ради Букингемского дворца или Биг Бена. Шоппинг-туры в Соединенное Королевство стали очень популярны. Я только что купила очень важную вещь – компьютер. Дома он стоит 550 евро, а здесь 299 фунтов. Так выгодно. Я ни секунды не жалею, что отправилась за покупками в соседнюю страну. В приграничном с Ирландией городке Ньюри каждый день толпы перекупщиков. В границу пересекают по 5000 человек. Везут и несут сигареты, алкоголь. Знакомо они, правда ли? Пока законы позволяют. Конечно, все опасаются, что с Брэкзитом придут и проверки на границах, ведут ограничения на многие виды товаров. Так просто наживаться на разнице курсов станет невозможно. По ту сторону Ла-Манша коренных британцев тоже мучает вопрос, что же дальше. Тем временем английская семья, продающая во Франции традиционные фишн-чипс, нагуливает жирок. Огромной разницы из-за Брэкзита не чувствуется. Французские власти пока не имеют к нам претензии. Даже есть свои плюсы. Отправляем евро обратно в Англию по выгодному курсу. Тем, кому не повезло, наоборот, считают убытки. Пенсионеры Стивен и Кэтрин не могли позволить себе хорошую жизнь в Лондоне. А в недорогой стране ЕС, Болгарии, им все было по карману. Мы ни разу не пожалели о своем решении. А теперь, скорее всего, придется все бросать и уезжать обратно. Сейчас стали заметно экономить и не знаем, разрежат ли нам остаться в нашем чудесном доме. До юридического выхода Великобритании из ЕС еще как минимум года три. Но фактически он уже состоялся. И каждый гражданин или гость страны ощущает его на собственном кошельке. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. В Бельгии эвтаназию впервые применили к подростку. Хотя закон уже два года позволяет добровольную смерть вне зависимости от возраста. Это первый случай, когда медики и родители пошли на такой шаг. Кстати, Бельгия единственная страна в мире, где разрешена эвтаназия несовершеннолетних. Все подробности расскажет София Гордиенко. Все, что мы знаем, это 17-летний парень, фламандец. У него была неизлечимая болезнь на терминальной стадии, и он страдал. Когда решился на так называемую медицинскую смерть, родители, специальная комиссия дали добро. Добровольно уйти из жизни может любой совершеннолетний в этой стране, начиная с 2002-го. Нужно только доказать, что вы испытываете невыносимое физическое и моральное страдание. Легальный способ цивилизованного суицида. С детьми все сложнее. Парламент страны разрешил применять искусственную смерть два года назад, только в тех случаях, когда ребенок безнадежно болен. На терминальной стадии испытывает сильное страдание. Некоторые родители тогда были за, как мама пятилетней неизлечимо больной Айен, которая сама сорвала с себя кислородную маску. Мне кажется, что она сама сделала выбор и дала нам понять, что это конец. Ей было пять лет. Известно, что дети, страдающие тяжелыми, неизлечимыми болезнями, быстро взрослеют и иногда, чувствуя, что они никогда не поправятся, удивляют очень зрелыми рассуждениями. Но до сих пор тема детской эвтаназии в стране практически табу. Однако тогда, два года назад, одним из главных аргументов в парламенте за искусственную смерть был тот факт, что нелегально по просьбе детей и родителей в совсем безнадежных и тяжелых случаях. Очень редко, но все же это уже практиковали. Так что закон просто снял со всех участников процесса уголовную ответственность. София Гордиенко, Василий Трушковский. Подробности, телеканал Интер, Брюссель. Воры-карманники пробрались даже на престижную церемонию награждения Эмми. Кто остался без сумочки? Об этом и не только в нашем обзоре. Игра престолов побила рекорд по количеству премии Эмми. За последние пять лет сериал собрал 38 наград конкурса. В этом году фэнтези телесага победила в номинациях за режиссуру, спецэффекты и сценарий. Также удостоилась главного приза. Золотой статуэтки как лучший драматический сериал. Американская премия Эмми в телеиндустрии приравнивается к Оскару. А вот звезде британского сериала «Шерлок» в церемонию Эмми омрачили карманники. Актрису Аманду Абингтон обокрали, пока она вместе с коллегами принимала на сцене награду. Вернувшись в зал, Абингтон обнаружила, что ее сумочка исчезла. Клач актриса оставила под стулом. Ничего особо ценного в нем не было, только телефон и водительские права. Такое с британской звездой случилось впервые. Впервые в истории член британской королевской семьи признался в нетрадиционной ориентации. 53-летний лорд Ивар Маунтбаттен, двоюродный брат королевы Елизаветы II, был женат, имеет троих детей. Но сейчас живет с мужчиной. Из-за постоянной слежки папарацци лорд решил открыто заявить о своей гомосексуальности. Братская помощь. Кубок мира по триатлону получил драматичный финал. Британский спортсмен Джонни Браунли лидировал в гонке, но за 300 метров до финиша получил тепловой удар. В момент падения спортсмена подхватил старший брат Элистер, шедший вторым, и буквально дотянул на себе в почти бессознательном состоянии. Правда, хэппи-энда не получилось. Британцев обогнал триатлонист из Южной Африки. А Джонни Браунли, благодаря брату, получил серебро. Дрон, руки-ножницы, уникальный беспилотник, создали японские ученые. Он не просто перемещается из точки А в точку Б, но еще и может перенести багаж весом до 10 килограммов. Более того, руки дрона способны разрезать кабели, нажимать переключатели и выполнять другие точные задания. Разработчики предлагают использовать машину для выполнения задач, опасных для людей. К примеру, переносить вредоносные вещества. И сейчас у нас снова есть связь с Нью-Йорком, где в штаб-квартире ООН работает мой коллега Дмитрий Анопченко. Дима, здравствуй еще раз. Какие новости к концу выпуска? Наташ, ну новости действительно есть. Вот, как ты видишь, мы только что переместились в ньюзрум Генеральной Ассамблеи. Здесь, наверное, даже не сотня, а тысяча журналистов. И ты была права, когда объявляемое первое включение сказала, что новости из Нью-Йорка будут приходить на буквально каждые 15 минут. Да, у меня к концу выпуска тоже есть новости. Подтверждена встреча Петра Порошенко с Хилари Клинтон, бывшим госсекретарем и нынешним одним из основных кандидатов в президенты Соединенных Штатов. Ну, дело в том, что главе государства очень важно было просто поговорить с глазу на глаз, поговорить лично и задать самый главный вопрос. Ну, а как изменится политика Белого дома? Изменится ли в отношении Украины, если победит Хилари или если победит Дональд Трамп? Так вот, к этой минуте уже известно, что в 7 вечера сегодня по местному времени, 2 часа ночи это будет в Киеве, Петр Порошенко встречается с Хилари Клинтон. Более того, прессе позволят быть на части этой встречи, мы тоже там будем, так что сможем вам уже завтра просто детально, увидев все своими глазами, рассказать. Что касается Трампа, то вот тут удивительно, тут интересно. Штаб Трампа до сих пор держит интригу. Дело в том, что об этой встрече украинский президент попросил. Встреча пока что согласовывается, ни о ее времени, ни о ее дате пока что неизвестно. Однако, до среды, до вечера среды здесь будет украинский президент, время еще есть. Так что, как только и эту встречу подтвердят, мы тоже готовы будем вам рассказать. Ну, вот такие новости. Неизвестно, что по Трампу, но с Хилари встреча будет точно. И причем, ну, уже в ближайшие часы. Наташа. Спасибо, Дима. Дмитрий Анопченко был с нами на связи прямо из Низрума Генассамблеи ООН. Подробности ЮЭ, это наш сайт, где информация обновляется постоянно. Хороших вам новостей. И до встречи завтра. Субтитры создавал DimaTorzok